Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказывал поразительные истории о людях и событиях начала XX века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. Новогодние праздники еще не закончились. Тем более, что Новый год по старому стилю еще вообще не наступил. Он придет только в субботу на этой неделе. И поэтому сегодня в рубрике «Эврика», которую мы делаем с партнером подкаста с компанией SelectL, мы вам расскажем об изобретении главного новогоднего блюда. Сейчас я вам перечислю ингредиенты, а вы попробуйте угадать, что это за угощение. Итак, рябчик, телячий язык, листья салата, раковые шейки, пикули, огурцы, каперсы, яйца, а еще прованское масло и желтки для изготовления соуса. Узнали? Согласны? Ну, конечно, это салат Оливье. Ну, то есть, это ингредиенты для одного из его классических рецептов. И это блюдо изначально придумали в Москве и подавали в ресторане «Эрмитаж» во второй половине XIX века. Рестораном управлял француз по фамилии Оливье, и он дал свою фамилию салату. Оригинальный рецепт Оливье держал в секрете и так эффективно, что до сих пор этот рецепт неизвестен. Но уже в начале XX века салат этот подавали во многих московских трактирах, причем в состав порой входили и черная икра, и крабы, и фасоль, где-то клали трюфели, ну и так далее. Салат, в общем, стал крайне популярен, и его рецепты в поваренных книгах начали появляться еще в конце XIX века. Как же он превратился в то, что мы сейчас видим на новогоднем столе. Ну, как, в общем-то, все понятно. Пришла революция, каперсы и раковые шейки исчезли почему-то, ну и остальных продуктов стало не так, что прям много. Но салат был настолько знаменит, что приспособился к новой жизни и сохранился. Раковые шейки заменили вареной морковкой, рябчики — докторской колбасой, пикули с солеными огурцами, каперсы — картошкой. Майонез остался. В 70-е годы Оливье стал главным новогодним блюдом и так прочно укрепился в русской кухне, что за границей его называют просто «русский салат», а у нас продолжают называть по фамилии француза-ресторатора из XIX века. Это была рубрика «Эврика», которую мы делаем вместе с партнером подкаста, с ведущим в России провайдером облаков и IT-инфраструктуры Selectel. Какой бы вы деятельностью ни занимались, мы вместе с Selectel желаем вам в новом году, чтобы название вашего бренда жило больше ста лет, как это получилось с Оливье. Чтобы ваше приложение или сервис работали без перебоев, лучше всего разместить его на инфраструктуре Selectel. Услугами Selectel уже пользуются Самокат, 2GIS и X5 Retail Group. И для крупных компаний, и для развивающегося бизнеса вы найдете подходящее инфраструктурное решение по мощности у бюджету. Можно и нейросеть обучить, и личный сайт-визитку сделать. Чтобы узнать подробнее о продуктах компании, переходите по ссылке в описании. А новости из мира IT удобнее всего читать в Телеграм-канале Selectel. Кстати, помимо новостей, там много всего интересного, например, подборки компьютерных ретро-игр из нашего детства. Подписывайтесь. Все ссылки в описании выпуска. Когда Палла дошла по улице, прохожие оборачивались. Как было не обернуться? Петербург, зима, вечер. Падает снег, зажигаются фонари. На обыкновенных улицах обыкновенная толпа. И вдруг? Вдруг в этой серой толпе странное, пестрое, точно свалившееся откуда-то существо. Откуда? Из Мексики. С венецианского карнавала? С Марса, может быть? На плечах накидка, ярко-малиновая или ядовито-зеленая. Из-под нее торчат какие-то шелка, кружева, цветы. Переливаются всеми огнями бусы. На ногах позвякивают браслеты. И все это как облаком, окутанно резким, приторным запахом астриса. Прохожие оборачиваются. Как не обернуться? Действительно, как было не обернуться, увидев Палладу Олимпиону? Это причем было ее настоящее имя. Представьте себе папашу с именем Олимп, который не растерялся и назвал дочку Паллада. Паллада была звездой Серебряного века. Поэтессы, конечно, ну вообще быть поэтом в то время несложно. Каждый второй стихи писал. И в большей степени Паллада была все же тусовщицей. Это тогда называли словом муза. Ее знали все. Стихов, посвященных ей, несметное множество. Она послужила прототипом для нескольких литературных героинь. И даже скульптуру с нее лепили. Свела с ума она просто бесчетное множество мужчин и женщин, кстати. И Анна Ахматова, женщина язвительная, охарактеризовала ее так. Она была знаменита. Браслеты на ногах, гомерический блуд. Если помните, я вам рассказывал про Ольгу Глебову-Судейкину. Даму с птицами. Нежный такой выпуск в конце февраля. Так вот, сегодня я буду рассказывать про то же самое время, про плюс-минус ту же самую тусовку и про то же самое кабаре-бродячая собака. Да и Ольгу с Палладой перечисляли в стихах через запятую. Но Паллада – это как будто злая сестра-близняшка Ольги Судейкиной. Ну, ладно, точнее, не злая, просто более дикая, может быть, и непосредственная. Ну и, конечно, да, по всеобщим отзывам она была красавицей. Сохранилось совсем немного ее фото. Я их, конечно, выложу в соцсети подкаста, так что заходите. Обожги в последний раз, как обугленным железом, глаз, миндалевидных глаз с семитическим разрезом, устоправленный алмаз, как в стекло ванзайже в горло, жалом глаз за долгий отдых, обожги в последний раз. Девичья фамилия Паллады была не так благозвучна, как имя и отчество – Стрынкевич. Родилась она в 1885 году в Варшаве, в роду довольно высокопоставленных чиновников и военных. Дядя, например, был городским главой. Кстати, дядю звали Сократ. А еще были тети – Ариадна, Клеопатра и Муза. При таких братьях и сестрах Олимпу Ивановичу было, конечно, сложно назвать дочь Непалладой. В возрасте, когда Гарри Поттеру пришло письмо, она была зачислена в женский Мариинский институт. Это государственное учебное заведение для девушек. Больше всего известен из подобных заведений «Смольный институт благородных девиц». Ну, Мариинский был похож на него, но так, пожиже чуть-чуть. Он вообще изначально предназначался не для дворянок, а для дочерей мелких чиновников. Или, например, для дочерей императорских слуг. Но вот во время Паллады это уже достаточно благородное заведение с историей. В общем, не стоит сравнивать его с частными высшими курсами для женщин. На курсах вот этих давали университетское образование, но выходили оттуда сплошные, блин, феминистки и атеистки. А вот в Мариинском институте женщин учили быть хорошими женами, вышивать, готовить. Преподавали там, конечно, и математику с историей. Ну, в общем, выпускницы чаще всего устраивались учительницами в гимназии, если, конечно, вообще хотели куда-нибудь устроиться. Девочки жили там постоянно, как в интернате. Количество посещений родными было строго регламентировано. Ну, потому что, знаем, этих родителей научат детей плохому, и порядки были очень строгие. Вставали в 7 утра, почти весь день занимались рукоделием и учились. Олимп Иванович явно очень любил свою дочку и хотел проводить с ней больше времени. И почти все личное дело ученицы Паллады Стренкевич заполнено вот такими письмами. Чувствуя себя очень нехорошо, и совершенной преданности. Ваш покорный слуга – Олимп Стренкевич. Умели же раньше писать заявления. Вот бы и сейчас так писали. Но, в общем, то ли Палладе не понравилось там учиться, то ли отец действительно захотел больше времени проводить с дочерью, но она там пробыла меньше года. Судя по словам самой Паллады, она некоторое время училась на частных высших курсах, ну, возможно, действительно училась, а в конце нулевых закончила драматическую студию Николая Еврейнова, известного режиссера, драматурга, причем Еврейнов ее хвалил. О ее обучении известно мало, но зато вот о салоне, который она устроила в доме родителей, известно уже больше. Хорошие воспоминания о том времени оставила подруга Паллады, Вера Гартовель. Вот как она писала о самой Палладе. Вначале меня притягивало к Палладе не одно только восхищение ее красотой. Поскольку у нее было много знакомых среди артистов всякого рода, мне казалось полезным для собственного развития всюду за ней следовать и принимать участие в интересных и увлекательных вечеринках и обедах. Компания культурных людей вполне могла заменить мне школу. В Палладе меня восхищали ее манера вести беседу. Говорили обо всем и ни о чем. Она умела строить разговор так, как это делали в 18 веке. Все, что она рассказывала, было в высшей степени занимательной и полной иронии, даже тогда, когда речь шла о ней самой. Я могла часами слушать эти рассказы, любуясь ее профилем, все забывая, как загипнотизированная. А дальше Вера рассказывает о том, что у Паллады было множество поклонников, к которым она относилась с явным пренебрежением. Одного заставляла часами сидеть в прихожей, пока в комнате шел оживленный разговор. Этого молодого человека, кстати, даже одно время считали женихом Паллады, но она его спровадила, и молодого человека сменил его отец. К отцу относились уже снисходительней. Почему? Потому что он приносил конфеты. Вообще, молодых людей, которые считали себя женихами Паллады, было довольно много. В какой-то момент даже произошел скандал, поскольку шестеро таких женихов смогли узнать о существовании друг друга и покинули Палладу одновременно. Еще двое, по словам Веры Гартовельд, из-за Паллады застрелились. Причем с одним это произошло довольно драматично. Значит, он был внуком известного драматурга Островского и из-за любви к Палладе неудачно пытался закончить жизнь самоубийством. Он написал после этого о своем состоянии Вере. Вера передала эту новость Палладе, и Паллада назначила ему встречу у его родителей. После разговора она собралась уходить, но Островский встал и преградил ей путь, раскинув руки. Эту Палладу рассердило. И тогда он спросил, «Я должен застрелиться?» И Паллада не нашла ничего умнее, чем ответить. «Да, Островский, стреляйтесь!» И он мгновенно так и поступил. И обо всех этих перипетиях родители Паллады не подозревали. Им вообще кажется нравилось, что у дочери собираются образованные, культурные молодые люди. Многие из очень хороших семей. Нашей дочке всего 22 года, а у нее уже самый настоящий салон. Боже, как это мило! По субботам, когда у Паллады проходили встречи, в 3 часа утра мама приносила гостям чай, бутерброды и конфеты. Папа писал дочке записки с мудрыми наставлениями. Например, советовал никогда не оставаться с молодым человеком в комнате наедине. «Ой, Паллада, ты не представляешь, что у них у всех на уме!» И Паллада смеялась, показывала эти записки Вере, подруге своей, и добавляла, «Бедный папа! Я не должна принимать молодых людей в одиночестве! Но если бы он знал, что они проводят со мной всю ночь, и я их прячу за портьерой». О жизни Паллады в основном известно из частной переписки и дневников разных людей. Это фрагментарные неполные записи. И почти всегда Паллада — это одна из героинь второго плана. Но при этом она такая яркая, что не упомянуть ее нельзя. Про нее сложно рассказывать. Представьте, что у нас есть как будто бы видеозаписи с уличных камер того времени. И эти камеры причем следят не за Палладой, а за другими какими-то важными людьми. Но периодически в объектив еще попадает Паллада. И мы такие, «О, это же она! Это же та самая! Интересненько, чем она занята на этот раз?» Но вот что она делала вне фокуса этих камер, можно только предполагать. И вот сегодня я как бы буду рассказывать куски ее жизни, которые попали в фокус этих камер. Вот, например, первое из них — это письма Александра Смирнова. Он в будущем станет известным шокспироведом. Эти письма он пишет своей подруге, Сонне Делане, которая в будущем станет известнейшей художницей авангардисткой. Но сейчас она просто живет в Париже и учится там рисовать. Письма датированы 1907 и 1908 годом. И сейчас я вам просто подряд зачитаю несколько цитат, которые, как мне кажется, довольно ярко характеризуют саму палладу и то, как сложно с ней иметь дело. Итак. «Видел палладу, помните? Ту смертоносную. Она подурнела, потускнела. Ее теперешний шац никуда не годится». Шац — это сокровище. Следующее. «Вернулся от паллады в три часа. Однако не думайте, наше падение еще не совершилось, хотя очень, очень малого не хватает для этого. Близкое будущее должно определить результат». Дальше. «С палладой прямо беда. Мне нестерпимо ее видеть, и я боюсь, что буду вынужден сделать что-нибудь резкое. Хотя минутами она меня трогает, но это так редко и так тонет в другом чувстве. Прочь от нее». И следующее. «В палладе езжу раз в две недели, она все не может совсем поправиться. Она вообще страшно благородная натура, и если я вам ругал ее, то это, под известным углом зрения и между нами, понятно». Дальше. «У меня с ней больше ничего. Паллада постепенно переселяется на Леспас». И вот последнее. «Паллада устроилась, кажется, благополучно, с одним миллионером, в чем я ей много помогал». Свежесрезанной липой пахли груди твои, белым липовым телом, распиленным в летние дни. У меня дальше в этой истории будет довольно много отсылок к выпуску про «Кабаре бродячая собака» и Ольгу Судейкину. Вы его послушайте, если хотите, потому что там происходит примерно те же самые события, но взгляд немножко с другой стороны. Это я имею в виду выпуск «Дама с птицами», сезон седьмой, выпуск шестой. Ссылку я оставлю в описании. Вот, например, я там рассказывал историю молодого поэта Всеволода Князева, в которого влюбился Михаил Кузьмин. Так вот, в 1910 году Кузьмин просто люто, просто бешено ревнует Всеволода Князева к Палладе. Вообще не только к Палладе, но к Палладе прямо именно бешено. Князев говорит Кузьмину, чтобы он не волновался насчет всех остальных, что он любит только его и Палладу. И Кузьмин, конечно, нервничает. Вот он пишет, 3 июня. Звонила Паллада, звала вечером, но я отказался. Так как будет Позняков, я буду завтра. Что-то сегодня у них будет. По-моему, они изнасилуют Всеволода. Позняков, Паллада или, еще хуже, Саша Смирнов. Не мог вспомнить равнодушно этого вечера, когда писал стихи и Костя читал рядом. Тут, конечно, много фамилий, я не буду всех уточнять, но, по крайней мере, Саша Смирнов, который еще хуже, это именно тот Александр Смирнов, будущий шекспировед, письма которого я читал чуть выше. Кстати говоря, Паллада сама была не против отношений с Кузьминым. А что? Гомосексуалы, это так интересно же. Ну, в общем, примерно два месяца в дневниках Кузьмина описывается просто невероятная любовная каша с кучей героев, и апогеем, кажется, запись вот эта от 30 мая. Значит, послушайте. Всеволод надулся, Паллада ко мне лезла, я хотел объясняться с Валечкой за сплетни. Явился Николай Позняков, и Валечка сделалась еще угарнее и тошнее. Всеволод кокетничал с господами, Паллада приставала ко мне, я, наконец, рассердился и ушел в сад, где попал в объятие Чеснокова, с которым стал говорить о делах. Пришел Всеволод объясняться и уговаривать меня вернуться. У стола пошло еще хуже. Уговорили ехать в гостиницу. Какой-то бордельный притон. В соседней комнате прямо занимались делом. Причем дама и кала как лаяла. Паллада приставала, Всеволод нервничал, Валечка хихикал, я драматизировал. Наконец, Нувель удалился, я с Колей пошли в один номер. Позняков, это то есть Коля как раз, не хотел спать, а гулять. Паллада так расстоналась, что я впал в обморок. Тормошил меня Коля, потом Паллада прибежала в одеяле, потом Всеволод ложился на меня, целовал, тряс и отходил со словами «Я больше никак не умею». Наконец я встал и разделся лечь. Стучится Паллада, я оделся. Потом история в другом номере. Всеволод одет, в перчатках, кричит, что он Палладу разлюбил, что это публичный дом, а то что же иначе, милый мальчик, разве Паллада твоя не последняя мерзавка и... Угар. Просто угар. Что-то это мне напоминает, конечно. Дайте мне гитару, потанцуем на костях. В общем, отношения Кузмина и Князева будут развиваться дальше, Паллада перестанет их тревожить, и в 1911 году она даже напишет стих с посвящением Кузмину. Вот такой. Когда пройдете под руку с ним вместе и не глядя поднимете свой котелок, мне станет радостно от верной вести, что нас троих опять связал все тот же рог. И улыбнусь ревнивому сомненью, привычно взявшему меня для пленных мук, и к храму женщины, радея откровенью, опять направлю я бестерил свой лук. Кстати, я забыл сказать, Паллада же успела выйти замуж к этому моменту. В общем, неудивительно, что я забыл. Паллада, кажется, тоже не особенно об этом вспоминала. Свадьба произошла в 1906 году. Причем, кажется, именно из-за этого события и застрелился Островский. Паллада тогда прямо сбежала из дома со своим избранником. Ему, наверное, казалось, что среди всех остальных именно ему удалось вытащить счастливый билет. Он был, кстати, революционером, не поэтом. Старше Паллады на 7 лет. Он совершенно не артистической натуры. Сама Паллада объясняла свой шаг таким вот образом. Я была еще девчонкой и рвалась на революцию, как на красное рвется бык. Муж много учил меня политике, заставлял читать Кропоткина и политическую экономию. Ну, я бы на самом деле не сильно доверял этой записи, потому что она была сделана в Советском Союзе. Но, впрочем, отрицать того, что революционеры в крайней моде тоже нельзя. И Паллада даже родила двойню тогда. Угадайте, как назвали детей? Ну, если папу зовут Олимп, дядю Сократ, тебя зовут Паллада, то вообще сложно остановиться. Детей назвали Арест и Эраст. Типа, Арест, иди спать! Мама, я Эраст! Я так и сказала! Счастливого отца Ареста и Эраста звали Сергей Иванович Богданов-Бельский. И вот именно под этой фамилией, Богданова-Бельская, Паллада прожила самое бурное свое время. Кстати, до сих пор спекулируют, что Паллада родила детей не от него. Вообще, знаете, Паллада невероятно лакомый кусочек для всяких контент-мейкеров, типа исторических, типа телеграм-каналов. Мы не будем тут им уподобляться. Да, безусловно, количество связей Паллады просто легендарное. Она вообще и сама давала много поводов к распространению таких слухов, но некоторые из них явно неправда. Вот, например, если вы решите погуглить Палладу, то наткнетесь, конечно, на множество статей, и вот там будет говориться, что ареста и эраста она родила от политического террориста Егора Сазонова. Это убийца министра внутренних дел Плеви. Дескать, она с ним познакомилась, когда училась на высших женских курсах, причем иногда даже говорят, что она чуть ли не отдалась ему в ночь перед терактом, и именно в эту ночь забеременела. Очень романтично, конечно, но вот только убийство Плеви произошло 15 июля 1904 года, а дети родились 10 мая 1906. И даже для такой эксцентричной особы, как Паллада, носить близнецов 22 месяца кажется уже чересчур. В общем, нельзя, конечно, исключать, что дети были не от мужа, но лично мне кажется, что они могли быть и вполне законными. Ну, типа, если уж и решила родить, то почему бы и не от мужа? С другой стороны, официальным мужем он стал спустя два с половиной месяца после рождения детей. Ну, в общем, почему бы и нет? Собственно говоря, на этом про официального мужа я закончу рассказывать, потому что больше о нем, собственно, сказать-то и нечего. В общем, если больше не отвлекаться на мужа и вернуться к конве моего рассказа, то на дворе у нас 1912 год. А значит, это время легендарного кабаре «Бродячая собака». Я вас реально отправляю в выпуск «Дама с птицами». Я подробно очень рассказываю, почему это кабаре такое вот легендарное. И паллада это звезда кабаре. Если вспоминают кабаре, это сегодня, я имею в виду, то в первую очередь говорят о поэтах и художниках, которые там тусили, типа «Ой, бродячая собака! Это же Ахматова, Мандельштам, Гумилёв, Маяковский». Но это потому, что эти фамилии мы знаем сейчас. А если бы мы спросили людей тогда, что такое «Бродячая собака», то для них Гумилёв и Маяковский могли быть не на первом месте. Потому что «Бродячая собака» это место, где можно встретить палладу Богданову-Бельскую, где можно встретить Ольгу Глебову-Судейкину, где можно встретить Соломею Андроникову. Это женщины, которые буквально воплощали в себе дух Серебряного века, дух свободы и дух артистизма. И паллада в этом ряду самая взбалмошная и самая непосредственная, наверное. «Бродячую собаку» вообще можно представить без некоторых поэтов. Например, вот Блок в ней никогда не бывал, хотя казалось бы. Но вот, «Бродячую собаку» без паллады представить невозможно. Паллада, в общем-то, даже включена в гимн собаки. Гимн этот, как и положено, исполняли по торжественным случаям. Сочинил его, кстати, как раз Всеволод Князев. Это вот тот самый, про которого чуть раньше рассказывал, которого бешено ревновал Кузьмин к палладе. И вот как раз Кузьмин сочинил для гимна ещё один дополнительный куплет. Вот такой. Не забыта и паллада в титулованном кругу, словно древняя дриада, что резвится на лугу. Ей любовь одна от рада, и где надо, и не надо, не ответит, не ответит, не ответит, не могу. Не углубляясь в подробности, по которым паллада где надо и где не надо не отказывала, я предлагаю перейти к обсуждению строчки про титулованный круг, потому что паллада умела собирать вокруг себя не только контркультурных поэтов, но и вполне себе высшую аристократию. На её вечерах бывали граф Берг, князь Волконский, это директор императорских театров, он носил, кстати, на пальце перстень, подаренный Пушкиным его прабабушке. Шик. Барон Николай Врангель, историк, это младший брат самого известного Врангеля в русской истории, ещё граф Валентин Зубов, например, он, кстати, тоже появлялся у меня в подкасте, вряд ли вы помните, ну, если помните, это такой чувак, который тусовался в музее с красной графиней Шаховской, Эд, которая, в свою очередь, летала на самолёте, была знакома с Распутиным, ну, короче, они там вместе все в 17-м году устроили полиаморную государственную комиссию по оценке бывших царских ценностей. В нулевые годы вот Зубов как раз появлялся у Паллады, причём одевался в костюмы под пушкинские времена с кружевным таким жабо. Но сейчас я вам больше буду рассказывать о первом из этого списка, о графе Борисе Осиповиче Берге. И этот человек очень важный в жизни Паллады. Много позже, в 17-м году, она писала, имея в виду именно его. Если бы прилетела фея и спросила, чего ты хочешь от того, кого считала так долго самым близким, я бы ответила, познакомиться сначала и начать только дружеские отношения. Для начала, чтобы понять, кто такой Берг? Это прямо аристократ Аристократович. Это сын флигеля-адъютанта Александра Второго и камер юнкер двора. Вот я вам просто сейчас прочитаю письмо к нему от некой его приятельницы Тины, просто, чтобы вы понимали, из каких кругов этот вот самый Берг. Итак, вот Тина пишет. Увы, увы, еще не скоро Петербург нас увидит. Попа теперь находится в санаториум де Булон-Сурсен, где ему придется остаться еще недели четыре, после которых его посылают в Ниццу для полного отдыха. Конечно, я туда поеду, и вот опять все мои планы рухнули, опять зима, проведенная вне Петербурга. По-моему, Ницца не принесет попа никакой пользы, во-первых, от того, что берег моря для нервных нехорош, а во-вторых, от того, что там слишком много знакомых и Монте-Карло под рукой. Ой, боже мой, Тина, мы, конечно, понимаем твою боль и изо всех сил просто сочувствуем, Тин. Ну, в общем, вы поняли примерный круг общения Бориса Берга. Перейдем к тому, как Паллада обрабатывает мужчин. И вот тут, кстати, у нас будет ее прямая речь даже, потому что Берг сохранил письма Паллады. Мы не знаем, сохранил ли Берг все записки от нее, но точно мы знаем, что часть этих записок отцензурирована. Похоже, самые страстные строки закрашены неизвестной рукой. Возможно, сам Берг их закрасил. И вот самая первая записка от Паллады к Бергу такая. «Милый, вы меня тронули. Извиняюсь за первый попавшийся клочок картона. Сердечно ваше. Позвоню завтра утром». Знаете, что это за первый попавшийся клочок картона? Ну, попробуйте угадать. Упаковка от духов? Обложка художественного журнала? Ну, конечно, нет. Паллада написал эту записку на обороте собственной фотографии. Дальше попадаются такие вот приемы. «Я бы хотела, чтобы вы предложили меня проводить, ибо иначе проводят охотников, а я не хочу. Можете? Или будете играть роль ко мне скверно относящегося?» Ну ладно, мы тут, конечно, немножко развлекаемся. Я для вас вытаскиваю разные именно пикантные сообщения. Не надо думать, что Паллада была такой холодной, сластолюбивой женщиной, которая крутила мужиками. Она была и нежной, и влюбчивой, и переживающей, и вообще крайне симпатичной в личном общении. Вот, например, та же самая подруга Вера Гартовель, которую я раньше цитировал, говорила про нее. «Как же не ценить мне и не восхищаться Палладой, которая, несмотря на то, что на краю полной гибели и смерти, каждую минуту готова смеяться и танцевать по поводу шутки, интриги, бокала шампанского, улыбки или какого другого пустяка, всего, что дает хмель жизни?» Ну, мне кажется, что это суперумение, которое всем нам очень пригодилось бы в прошедшем году. Явно пригодится в текущем, чего я вам в этом новом году и желаю, кстати говоря. Ну, тем не менее, вокруг Паллады роилось, конечно, невероятное количество сплетен. Например, вот та же самая подруга Паллады, Вера, передала самой Палладе слова некой Нины, которой, в свою очередь, Борис Берг хвастался знанием, цитирую, «утонченной развратности, которые даже в Париже не знают». Нина мгновенно сделала вывод, что Берга научила этой утонченности именно Палладе. Ну, а кто еще? Нина сообщила об этом Вере. Вера передала Палладе, и Паллада уже жаловалась в письме Бергу. А еще вот, например. «Вчера был скандал в собаке. Несколько людей, желая провожать меня так поссорились, что я убежала без калош, но кто-то догнал меня и проводил. Я рада, что он был не пьян, и я благополучно доехала домой». С Судейкиной мир. Она подошла ко мне, а теперь опять он, Судейкин, сердится, ревнует ее. Тут имеется в виду, конечно, Ольга Глебова-Судейкина. «Я немного презираю обоих, что-то не тонкое, жалкое есть. Впрочем, когда я рассуждаю, я, ух, как строга. В кого-то чуть влюбилась. Это был». Тут замазано. «Впрочем, он пил за мое здоровье, а у меня кто-то целовал ноги». Дальше опять замазано несколько слов. «Мне скучно. Это все, что дают все. Вы все-таки острее и сложнее всех других, когда вы еще не разлюбили. А может быть уже?» «Скажите прямо, я ведь никогда не страдаю. Пишите о среде. Целую нежно. Ваша Паллада». Отношения Паллада и Берга были такими тесными, что многие их считали мужем и женой. Они вместе путешествовали за границу, о чем Берг не упоминает в мемуарах, и даже сохранились стихи, посвященные Палладе и подписанные так «Графиня Палладе Олимпиевне Берг». «С кудряво-золотистой головы, сняв гордый шлем увенчанный горгоной, ты мчишь свой челн, залив темно-зеленый минуя риф и заросли травы. Ждет сафа на скале, сплелись в объятиях вы и тает грудь твоя, как воск топленый, и вот к тебе несет прибоя вздох соленый, остерегающий призыв совы. Прости, Лизбос, прости, о, Сафо, не зови, не веря счастью, не верю я любви. Под розами смеется череп тлея, и легконогая, взлетая вновь на челн, обратно мчишься ты по лону вечных волн, тоску бессмертную в груди лелея. Окончательно они расстались в 1915 году зимой. По воспоминаниям Берга, Паллада измучила его ревностью, сталкингом и перепадами настроения. Берг, похоже, сам дошел до состояния крайнего нервного расстройства и искал просто повода, чтобы избавиться от Паллады. И расстались они после того, как Паллада в ресторане швырнула в него кувшин с морсом. Причем Берг писал, что это произошло после того, как Паллада заявила «Я вижу по вашему выражению, что вы думаете о другой». И швырнула, соответственно, кувшин. Берг был рад воспользоваться случаем, вышел из-за стола и удалился. Навсегда. Паллада писала ему письма, но Берг не отвечал. А письма между тем были вот такие. «Я знаю, что мой поступок был ужасен, и потому согласна все принять от вас спокойно, как должное. Но я только хочу совершенно искренне прибавить «Бо, виноваты вы». Сколько раз, в спокойную минуту я вам объясняла, что когда я в бешенстве, я абсолютно не рассуждаю. Я теряю терпение долго, но потеряв его, я теряю всю голову. Я рыдала, уходя с платформы, писала письмо и телеграмму в состоянии, похожем на кошмарный гипноз. Потом я поехала кататься и плакала в муфту «И бог мой, как я любила вас!» А между тем, полчаса назад я проклинала случай, что у меня не было револьвера, ибо кислоту, конечно, презираю. Вы могли меня обезоружить мгновенно, и не вы ли это знаете и должны знать тем, что поцеловать меня, мои руки? А вы продолжали издеваться надо мной при людях, зная мое болезненное самолюбие и давалось ясное впечатление, что вы никак не можете отделаться от докучной любовницы. А в этой роли я еще не привыкла бывать. Вы дразните, вы вызываете зверя, а потом возмущены, когда он бросается именно и, конечно, на вас. Вы несправедливы и вы неразумны, а моя вина только в двух вещах в том, что я вспыльчива и что я люблю вас. В том же 1915 году Паллада издала первый и единственный свой сборник стихов под названием «Амулеты». Обложка шикарная прямо, на ней миниатюра с портретом дамы в маске самой Паллады, возможно, непонятно, бумага, шрифт, все очень качественное. Критика была довольно сурова, указывая, что творчество Паллады вторично и вообще эти стихи скорее интересны с антропологической точки зрения. Вот, типа, какие у нас в столице водятся дамы, посмотрите. В общем-то, вас не должно удивлять, что тусовщица по призванию стала поэтессой. Кстати говоря, Почта России даже умудрилась выпустить марку с Палладой с подписью как раз «Поэтесса Серебряного века». Ну, тогда просто было такое время, что все писали стихи. Если у вас было какое-никакое образование, хотя бы гимназическое, а в гимназии тогда, кстати, читали Цицерона в оригинале, то сочинить стихов на сборник вы бы могли запросто. И этот сборник даже был бы неплохим. И да, в стихах Паллады нет ничего новаторского, они довольно просты. И да, весь сборник посвящен одной единственной теме самой Палладе и ее переживаниям. Так что рецензенты были правы в том смысле, что сборник представляет интерес скорее, да, вот такой, антропологический, действительно. Мой голос кажется мне голосом другого, Привычных слов бросаю я нарочно много, И вся в волнении от знакомого ответа Я, подражая вам, жду от себя запрета. Пусть будуар, но голос мой давно послушен, и одиночество кошмар теперь нарушен, когда твержу я вашим голосом признанье, во мне горит на миг двух любящих желанье. Весь сборник посвящен тому же графу Борису Бергу, который всеми силами продолжал игнорировать Палладу, но, кажется, ему это не вполне удавалось. Он, судя по всему, прислал ей деньги, и, судя по всему, все-таки иногда ей отвечал, судя по дальнейшим письмам Паллады, которые сохранились в его архиве. Кстати говоря, один наш знакомый, старый, Зданевич, даже пытался вызвать Берга на дуэль, чтобы отомстить за Палладу. Вы с Даневича, наверное, вряд ли помните, но это именно он вместе с Ледонтью в путешествии по Грузии открыл нам Никопи Росмани. Наступил 1917 год. Паллада, все еще продолжая, кажется, любить Берга, второй раз выходит замуж за скульптора Глеба Владимировича Дирюжинского. И благодаря ему как раз вот и появились не только стихи, посвященные Палладе и ее портреты, а еще и скульптуры. Сам Дирюжинский был странноват. Ходил зимой и летом босиком и жил от Паллады отдельно. Ну, по крайней мере, так дело обстояло летом 1917 года. Потому что с лета 1917 года по лето 1918 Паллада живет в Крыму. И о ее жизни с мужем тогда мы знаем из дневников актрисы Веры Судейкиной. Вера явно восхищена Палладой, но наблюдает ее немного со стороны как такое диковинное существо. Но еще Вера явно с симпатией относится к Палладе, потому что Вера Судейкина замужем за художником Сергеем Судейкиным. Первой женой художника была Ольга Глебова-Судейкина. И Ольга тоже была звездой братичей собаки. Это та самая дама с птицами. И вот Паллада, как другая звезда собаки, считается ее естественной соперницей. И поэтому Вере легко дружить с соперницей первой жены своего мужа. Как бы соперница моей соперницы, моя подруга. Так, кстати, упомянем важную тему, которая не часто попадает в подкаст, хотя заявлена в подзаголовке. Наконец-то, Андрей, ты вспомнил про наркотики, да, я знаю, вы скучали. Сложно представить, что Паллада не сидела на кокаине, но все предыдущие упоминания о ней никак не включали никаких веществ. И вот тут есть первое упоминание, цитата из дневников Веры. Паллада с кокаинистыми глазами рассказывает о Феликсе. Что за Феликс, имеется в виду? Ну как, что за Феликс? Конечно, Феликс Юсупов, убийца Распутина. Кстати, о Распутине. Простите, что еще раз ухожу в сторону, но Паллада была знакома с Распутиным, более того, она нарисовала его портрет. Я портрет этот выложу в соцсетях, но это, в общем, единственное, что мы знаем о встрече Паллады и Распутина. Видеокамеры дореволюционные, уличные, не запечатлели этот момент, мы ничего не знаем. Так что возвращаемся назад к Феликсу Юсупову. Новый муж Паллады живет, как я сказал, отдельно, и живет он, собственно, на вилле Юсупова и периодически посещает молодую свою жену. И между самим Юсуповым и Палладой есть явная химия. В определенный момент Феликс бывает у Паллады просто ежедневно, а отношения с официальным мужем у нее странные. Она, безусловно, не глупа, добра и интересна. Теперь, кажется, она очень старается быть просто милой женщиной, хорошо воспитанной. Очевидно, муж это требует. Поэтому всячески старается объяснить свою экспансивность, а также загладить свое прошлое пространными объяснениями. Ее любовь к пестрым тряпкам и повязкам от бабушки цыганки и любовь к гриму. Ее пренебрежение к смерти близких объясняется верою в загробную жизнь и так далее. С мужем на вы. Он часто говорит такие фразы. Если бы я был один. Это ее, по-видимому, обижает. Каждая женщина, в конце концов, хочет быть просто любимой. По ее словам, он диаметрально противоположных взглядов и вкусов ненавидит ее двух детей. Ведь это трагедия, и зачем он только женился на ней? Лето 1917 года проходит бурно. Паллада мечется между мужем Феликсом Юсуповым и неким красавчиком Димой Волконским. Муж, в конце концов, уходит от Паллады. Паллада у него пытается просить денег. На дворе уже тогда был 18-й год и было довольно голодно. Сегодня меня Феликс познакомил с великим князем Федором Александровичем и советовал как-нибудь прочесть ему свой роман. Подождите, я еще доберусь до Дюльбера и научу еще старую императрицу курить папиросы с опиумом. Старая императрица это Мария Федоровна, она живет там же в Крыму. Кстати, опиум. А Глеб дальше это Глеб Дирюжинский, это муж. А то Глеб мне постоянно тычет под нос императрицу, когда она была у него и что сказала. С Феликсом я послала Глебу письмо тысяча слов о деньгах и ни одного о любви и загивая пальцы она стала перечислять внутренний доктор, 14-й аборт, кровоизлияние, смерть тетки, отъезд брата, голодание Ори. Не правда ли звучит на тысячу рублей? С деньгами и правда туго. Весной 18-го года она говорит Вере Судейкиной, что Феликс ей обещал выплатить еще 15 тысяч, а что делать дальше? Неизвестно. 15 тысяч Феликс платит Палладе, очевидно, по любви. Но это время в Крыму кажется, было последним веселым временем Паллады. Вера с мужем уезжает во Францию, бывший муж Глеб Дерюжинский в США, где становится довольно известным скульптором. Борис Берг тоже в Америке, про Феликса и членов императорской семьи я уже не говорю. А Паллада остается в России. И следующее сведение, которое у нас есть, это короткие записки, которые Паллада пишет своим соседям. Например, вот такие. «Дорогая Зинаида Ивановна, вы меня очень выручите, если одолжите до завтра кусочек хотя бы маленький мыла. Дело в том, что у нас сегодня плита топится и я хочу постирать Ри белье. За эти дни он весь израсходовался, а мыло получу только завтра». Кто такой Ри? Это третий сын Паллады. К этому времени Паллада успела выйти замуж в третий раз, развестись и найти четвертого мужа. И вот от него, от 20-летнего журналиста Виталия Гросса, она родила третьего сына. Первых двух, как вы помните, звали Эраст и Арест. Как вы думаете, как назвали третьего? Ну, его назвали Эрнест, чтобы не путаться. Ну, дальше будет все еще грустнее. Новый муж умрет в 35-м году. Паллада будет жить с младшим сыном в одной комнате коммунальной квартиры. Ее будут таскать в КГБ, но не арестуют. Арестуют зато младшего сына. Она переживет блокаду Ленинграда и будет зарабатывать небольшие деньги гаданиями и шитьем, но всегда будет изящной, со вкусом одетой, ухожена, в шляпках, в воздушных шарфиках. Такой призрак из прошлого. Ее второй муж, вот этот скульптор, Глеб Дерюжинский, он стал в Америке довольно известен. И на вопрос как-то о бывшей жене в середине 60-х годов он ответил. Вероятно, она умерла. Она была на год старше меня. Сейчас ей было бы 81. Сомнительно, чтобы она могла прожить долго в том состоянии, в котором была. Она была поэтессой-модернисткой, и у нее был некоторый талант, но она была наркоманка. Она потребляла столько эфира и кокаина. Но паллада была жива. Почти все ее друзья, любовники и любовницы оказались или в эмиграции, или погибли в сталинских лагерях. На новый 1966 год она пишет письмо Анне Ахматовой. Поздравляю, дорогую Анну Андреевну, с наступающим 1966 годом и от всего сердца желаю еще больше радости и успехов в творчестве и жизни, чем дарил вам прошлый, уже уходящий год. И самое заветное желание, которое вы неслышным вздохом бросите в новогодний бокал, да будет вскоре исполнено. Наверное, я вскоре умру, потому что очень хочу вас видеть и слышать, а я теперь тень безрассудной паллады. Страшная тень и никому не нужная. В новом 1966 году Анна Ахматова умерла, а паллада пережила ее еще на два года. Кенварский день на берегу Невы несется ветер разрушением вея, где Олечка Судейкина, увы, Ахматова, паллада, Соломея. Все, кто блистал в 13-м году, лишь призраки, на петербургском льду. Рубрика, чтобы послушать. Сегодня я вам рекомендую подкаст, который мне очень нравится. Он называется «Геодезия и отвага». Это нарративный исторический подкаст о времени великих географических открытий. Если вы в детстве читали там типа Марка Твена или какие-нибудь приключения Капитана Блада, то вот это те же самые вайбы. Но если не читали, то все равно это суперклассный подкаст. Там географы отправляются в Южную Америку, чтобы проверить теорию о том, насколько круглая земля. Ну, то есть она сплюснута сверху и снизу или сплюснута по бокам. И в процессе этих приключений там будут и индейцы, и извержения вулкана, и коррида, и дуэли, и чего там только не будет. Подкаст супер, я оставлю ссылку на него в описании. Слушайте его. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск вместе со мной готовили Катерина Серебренникова, редактор, Ксюша Абросимова, фактчек, Семен Аксенов «Работа со звуком», «Гульнар-дилекторская», «Взаимодействие с партнерами». До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Катерина derającев mesh Smoke»